Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим новый влог. Обновки для всех. Плов выходного дня. Наши покупочки. Ну, мы уже с вами со вчерашнего видеоролика знали, что готовить мужики якобы будут плов. Ну, собирались они вечером что-ли готовить, но барыня не позволила. Накормила пельменями, наелись, сказала, что еще и остались. Ну, у Уралочки у нас всегда. Ой, столько много остается, столько много. Постоянно у нее остается, остается. И куда оно пропадает, непонятно. Значит, в начале видоса у них реклама. Рекламирует Тики-Текс. Да, урвали рекламу, 25 косарей наличными получили. Ну, не наличными, наверное, на расчетный счет. Уралка же в своем голосовом рассказывала, куда нужно деньги переводить. Кстати, я закреплю, ребят, ссылочку на мой обзор, где было признание Уралочки в голосовом сообщении. Ну, и, значит, деньги получили, товар тоже получили. Очень-очень сказали, на мимику смотрела. Ох, Уралочка еще та рекламщица. Ну, очень-очень футер трех нитка. Ох, мягонький, ох, тепленький. И сарафан тоже поддакивает за кадром. Ну, а дальше уже готовили плов. Значит, Исраил готовил, а сарафан снимал. Вы знаете, что я заметила на протяжении всей готовки? Вот этот идиотский смех. Причем, что Уралки не было. Ржал сарафан то ли с Исраила, то ли это у него уже в голову там звездануло, то ли куриный помет, то ли они заворотник прилично залили, закинули. И поэтому он ржал. Но кажется мне, ребят, в последнее время, что тут уже не обходится только одним куриным пометом. Но ржет он реально как идиот. Или он ржет из-за того, что уже психика у него негодящая стала. Ну, а чё? Рядом с такой прекрасной престарелой женой жить. Плюс и еще бесконечный негатив. Еще и обзорщики. Может, это уже на фоне расшатанной психики. И идет такой идиотский смех, и он ржет. Короче, готовили вдвоем. Дальше и явилась, и явилась Уралка. Вся из себя такая деловая. Главный дегустатор. Она же сказала, что она главный дегустатор. Присела. Присела, значит, уже салатик нарезать. Салатик нужно сделать. Значит, помидоры там какие-то достали. Как Сарафан сказал, негодящие, неспелые прям, не помидоры. Но потом еще решили достать черри. Черри, оказывается, помидоры. А другие нет. Но все же они их покупают. И огурцы, и помидоры. И жрут их. Невкусные, но жрут. Дальше Уралка развопелась. Что это же надо? Она, когда якобы проснулась, Исраил уже там морковку чистил, лук, а Сарафан якобы спал, и она не могла его разбудить. Интересно. Проснулась, увидела, что Исраил на кухне нарезает и чистит там эту морковку, а не заметила у себя под боком, что Сарафан спит, а Исраил уже готовит. Как-то, Уралочка, ты ляпаешь опять не в попад. Явно где-то рядом живут Сарафан с Абдугани, и поэтому Исраил, возможно, пришел заранее, чтобы уже чистить овощи, а Сарафан пришел позже. Потому что, ну, вот как-то не складывается. Значит, Исраил проснулся, да, и Уралка его заметила на кухне. А то, что Сарафан спал так долго, да, и что, Уралка не могла его под боком растормошить, Значит, спал не с Уралкой. Ну, Уралочка, слушайте, говорит, еле растормошили, еле растормошили. Как так, слушайте, полный дом людей, Сарафан спит и проснуться не может. Ну, согласитесь, смешно же. Ну, смешно. Причем дети, две девочки, Абдугани, Ирка, Уралка и Сарафан дрыхнущий. Ой, короче, трындец какой-то. Одно сплошное враньем. Ну, и значит, Уралка там нарезает овощи, Исраил готовит плов, а Сарафан ржет, просто заходится за кадром, просто не закрывается у него рот, бесконечно ржет и ржет, вот реально, как полоумный, просто как полоумный. В общем, когда уже Уралка набодяжила огромный тазик салата, там уже и плов подоспел, и значит, Уралка говорит, самый вкусный плов у Исраила. Ребят, подбивает клинья, что ли? Ей захотелось уже, что ли, другого мужика? Самый, говорит, вкусный плов у Исраила. А Сарафан, говорит, то раньше, говорит, у меня был самый вкусный, меня охвалила, а теперь, получается, у Исраила. Все, ребят, трындец. Скоро зиговальщики и в гости больше не приедут, как бы Уралка не увела Исраилку. Ну, а чё, Уралка-то у нас богатая барыня, мгм. Бабосов много рубит с канала. Чё бы нет, чё бы нет, к ней любой пойдёт, мгм. Сорвала вон за рекламу двадцать пять тысяч, плюс кучу шматья. Глядишь, через парочку дней снова ещё одна реклама будет. И ещё Бабосиков урвёт. Поэтому барыня у нас действительно богатая и успешная. Ну, только весь её успех в её кишке. Ну, там, понимаете, как одна сплошная. Залетает, не пережёвывая, и сразу на выход. Ну, чё, успешный желудок, успешный рот, успешный желудок. На нём вон как бабосы рубят. Ну, дальше уже накладывали. Дети что-то не захотели есть. И Уралка же говорила, что пельмени-то ещё остались, не съели. А почему детям не предложили пельмени, раз они не хотели плов? Дети, возможно, ожидали, что будет что-то вкусненькое. Ну, типа блинчики или что-то ещё. А тут жирный плов. Поэтому детям и не хотелось. Ну, значит, сожрали все пельмени и, как всегда, обманули. Так бы детям дали. Ну, и, значит, дальше уже не показывали. Пораскладывали каждому по тарелке, как ели, не показали. Дальше уже Уралка стоит на улице, рассказывает, что вот сейчас мы были в магазине, друзья купили плиту. И это была такая покупка, мы всё это не снимали и не показывали. Ну, а сейчас их отправили, и надо в магазинчик. В магазинчик срочным образом. Жрать же нет. Получается, зиговальчики приехали, всё сожрали, что было в холодильнике. Ну, думаю, что кроме мяса. Но мясом поди тоже они их напаковали. Ну, и, говорит, надо в доброцен зайти. Ну, это дешёвый магазин, магазин низких цен, где, опять же, Уралка-любительница скупать дешманскую жиротву. И дальше, говорит, нужно в Алберес тетрадки сдать, которые купили Абдугани по-английскому, а они не подходят. Слушайте, они всё скупают, скупают какие-то тетрадки. И всё, тетрадки не подходят. А что, нет учительницы? Спросить негде, какие нужны тетради мальчику. Ну, и когда уже зашли, значит, в магазин, меня такой смех пробрал, когда Уралка сказала, что нужно купить кондиционер. Ребят, я и присела. Только покупали. Только покупали. Получается, Уралка там весь кишлак обстирывает. Нет, куда она использует столько кондиционера, ребят? Куда? Вот только недавно покупали. Уже несколько раз покупали после того, как им прислали огромную бадью. Куда она его использует? Я в шоке, ребят. Может, они, слушайте, вместо порошка его используют? И не понимают, что надо сначала порошок, а потом кондиционер? Ну, это какой-то трындец. Может, она реально не соображает, для чего нужен кондиционер? Что скупает его прям флягами? Ну, и, конечно же, ребят, освежитель воздуха. И еще бы столько жрать. Представляете, какая там свежесть в квартире? Вот и скупают бутыльками бесконечно. При том, что там после гостей, ой, как свежо в кавычках, ой, как свежо. Хотя, ну, какие гости? Ирка и Уралка дрыхли вместе с девчонками, но остальные там не находились. Но все равно они одна одну стоят. Прилично поели, прилично за воротник, думаю, закинули. И тут, конечно же, без освежителя не справиться. Ну, и дальше, ребят, показали, что в корзину накидали. Масло там для выпечки, да? Конфеток разных, целую кучу конфеток разных. Наша же сластена не ест конфетки, нет. Но когда показывала, я понимала, что как же она мечтает уже быстрее попробовать каждую конфетку. Ну, там освежитель, ополаскиватель, то есть кондиционер. Дальше пошла сырочек поискать. Ну, сырочка же еще не хватает. Ну, и короче, опять набрали целую корзину. Жратвы, вечно им мало, вечно они не нажрутся. Ну, а дальше уже на улице сказали, что сейчас они поедут, значит, в Алберис, сдадут эти тетрадки и пошуруют домой. Ну, и попрощались со зрителями. Не знаю, ребят, что там им будут уже писать хомяки и будут ли хвалить. В последнее время я заметила, что уже и зигавантов нахваливают и нахваливают до бесконечности. Глядишь, ребят, скоро их будут точно так же хвалить, как нашу Ольку золотую ручку. Ну, потому что приходят на канал новички, понятия не имеют, в чем заслуги зигавальщиков. И поэтому нахваливают, какие замечательные люди, какие замечательные у них детки. Вот так и получается. Ну, собственно, детки, они есть детки, но какое воспитание у этих деток? Что им приходится слышать от папки, ну, зачастую от папки, но, собственно, и от мамки, я думаю, тоже. То, вы знаете, тут даже страшно представить. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok